Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в поселке Витязево. Сегодня у нас уже 26 июня 2023 год, жара. Сегодня самый жаркий день из всех, которые были, хотя по прогнозу всего лишь 29 градусов. К вечеру будет еще западный ветер, может быть, станет полегче. Мы сегодня будем смотреть на обзоре улица Гагарина, 19. Отсюда заявляют хозяева 900 метров до моря и 20 минут пешочком через параллели пойдем прогуливаться. Посмотрим эконом, посмотрим стандарт, посмотрим домик под ключ. Улица Гагарина действительно недалеко до параллели. У них есть своя столовая, куда поставить ваши машины. То есть тут, в принципе, все удобно. И вот у нас уже улица Горького. Там есть куча магазинов, но к инфраструктуре мы вернемся немножечко позже. Заходим на территорию. Она здесь довольно-таки большая. На входе есть ногомойка, мангал и со двора тоже можно зайти в столовую. Если вы захотите пожарить с вами шашлычки, то шампуре и сеточки вам предоставят. Розжик, уголь, это с вас, ну и мясо, соответственно. Проходим дальше. На первом тоже как раз-таки домик подключен. На втором три номера. И во дворе есть еще большущая беседка, в которой можно тоже отдыхать. С левой стороны номера стандарт покажу. Здесь такие, видите, марки запускаются. Вы можете за своим столиком посидеть, отдохнуть в тенечке. Ну, либо если вдруг соберетесь в большой компании, то имеется вот такая большущая беседка. А это дерево, это хурма, ребята. Растет у нас красота. Сказали хозяева, что вызревают вполне себе хорошо. Вот такой большой теневой навес здесь. Есть на улице гладильная доска с утюгом. Также имеется общая столовая. Здесь вы можете сами себе готовить, если вдруг не хотите питаться в столовой. Есть несколько холодильников, микроволновка, газовые плиты, наборы посуды, большой стол, покушник. Раз ребята сейчас этим собираются заниматься. Ну и телевизор. И давайте начнем с эконома. Бюджетное проживание для тех, кто приезжает к нам на длительный срок и хочет отдохнуть подешевле. Пожалуйста. Три кровати. Прикроватная тумбочка. И шкаф. В шкафу есть плечики. Сейчас экономы по 400 рублей из человека. У них здесь имеются душевые и санузлы. Также есть несколько ракарин. Зелень, конечно, во дворе смотрится очень красиво. Давайте теперь посмотрим с вами номер, который рассчитан на четверых. Заходим. Здесь кровать. Односпальная, двуспальная, еще односпальная. Есть шкаф, есть плитсистема, прикроватная тумбочка, чайник, набор посуды, еще одна тумбочка. Шкаф выглядит вот так. Также в номере есть холодильник и телевизор. Посмотрим, как выглядит санузел, друзья. С правой стороны унитаз, раковина, зеркало и душевая зона. Также имеется тазик. Стоимость проживания сейчас по 700 рублей из человека. Перед номером стоит стол. Опускается вот эта вот маркиза специально попросила раскрыть. То есть на вас будет попадать тенечек. Во дворе все окна выходят вовнутрь. То есть здесь течна спокойствия. Никто из соседей вам особо мешать не будет. Здесь находится дом под ключ. Давайте посмотрим, как он выглядит. Здесь тоже есть парочка столов своих. Если надо, выносите стулья, садитесь. Но у вас при можно открыть дверь и сидеть на собственной кухне. Здесь сделано все очень интересно. С левой стороны место, куда поставить там обувь. Есть стол, зеркало. Далее холодильник. Есть кухня. Полный набор посуды. Микроволновка. Газовая плита. И вот такой вот стол. Это то, о чем я вам говорил. И раскладывающийся диванчик. То есть места здесь достаточно. С левой стороны у нас расположена комната с двухспальной кроватью. Две прикроватные тумбочки. Сплит-система. Собственный санузел. Есть прикроватная еще одна тумбочка. Телевизор. И шкаф. Шкаф выглядит вот так. Ну а это санузел дорогие друзья. То есть есть унитаз, раковина, зеркало и душевая зона большая. Также имеется тазик. И напротив у нас еще одна комната с своим санузелом. Здесь односпальная, односпальная, тумбочка, телевизор и шкаф. Также есть своя сплит-система. В шкафу у нас есть плечики. Смотрим санузел. Раковина, унитаз, зеркало и душевая зона. С тазиком. Приехать отдыхать сюда сейчас можно за 800 рублей с человека. Дальше высокий сезон может доходить до 1000. Домик рассчитан от 4 до 6 человек. Если надо, доставить дополнительные места. Если у вас маленький ребенок, коляску с собой можно не везти. Здесь вам ее предоставят в прокат. По лестнике поднимаемся на второй этаж. Здесь возле каждого номера есть свое место отдыха со своим столиком и столями. Отдых в этих номерах по 700 рублей с человека. Они все со своими собственными санузлами. Здесь две раздельные кровати. Есть холодильник, телевизор, сплит-система, шкаф, кофеварочка. Или мини-чайник можно назвать с тумбочкой. В шкафу есть плечики. Здесь мы смотрим санузел. Это раковина, зеркало, унитаз и душевая зона. Сейчас на санузелы прям все классные. Плитку хорошую подобрали. Красиво смотрится. Как я и сказал, по 700 рублей сейчас. Посмотрим двухместный номер с двухспальной кроватью. Выглядит она вот так. Есть тумбочка, чайник, две чашечки, шкаф. Еще одна тумбочка. Есть холодильник, телевизор. Обязательно слой. Это своя сплит-система. Как выглядит санузел. Раковина, зеркало. Здесь у нас унитаз. А здесь душевая зона. Также по 700 рублей с человека. Вот такое вот трехместное размещение. Здесь двуспальная кровать, односпальная. Две притроватные тумбочки. Набор чашек. Есть шкаф, сприт-система. С этой стороны холодильник, телевизор. И вот такое зеркало. В шкафу имеются плечики. Санузел в этом номере. Выглядит вот так. Раковина, унитаз и душевая зона с тазиком. Есть куда положить мыльные принадлежности. Итак, ребята, мы посмотрим сейчас столовая, как выглядит. Вход со двора. Здесь уже завтрак прошел. Люди готовят потихонечку на обед. Отдыхающие заходят из улицы. Можно и отсюда зайти. Блюда некоторые стоят как бы в холодильнике, что тоже очень хорошо. По ценникам можете написать. Как вам? Ух ты. Водочка. Сисиска красиво сделана. Таких вещей как бы не видел. Также разнообразные салаты есть, соусы. А крошечка у нас 130 рублей. Яичко здесь стоит 20 отварное. Есть сок за 45. Кстати, ценники, я вам хочу сказать, что очень даже неплохие. Сейчас просто, ну, после завтрака идет подготовка к обиду и готовят немного. Понятно, что все свежее, хорошее. Есть и молочная каша. В ассортименте, допустим, по 60. Так что, если вы здесь ели, обязательно напишите ваши отзывы. Мне будет интересно послушать. А также есть вот такой вот фонтан. Можно сидеть, как со звуком воды, с релаксом обедать. Все, дорогие друзья, осталось проверить информацию от хозяев. 20 минут до моря прогуляться. Вот так вот все выглядит здесь. Нам буквально несколько метров до улицы Горького. И здесь везде частный сектор. Люди уже двигаются на море. Кто-то с колясочками, кто-то просто с детьми. Поэтому расстояние сказать, что здесь большое, нет. Заявленные 900 метров, я думаю, соответствуют действительности. Потому что всю жизнь хожу их. И вообще никогда не испытывал никаких неудобств. Когда сейчас считаешь, ты говоришь, а это же какое расстояние. Это же, блин. Люди, мы разочились немножко ходить. Повернули на Горького. Здесь есть магазин, который называется Фасоли. Фасоли, по-моему, от души советую. Очень хорошие цены. И товары, которые в других местах нет. Особенно там на разном море продукты были. Классные. По прямой. Вот мы уже улица Черноморская. Здесь, кстати, есть прокат скутеров. Подписчики встречаются неожиданно. Я же немножечко так удивился. Иду себе. Замечтался, загрустился. У меня сегодня утонул телефон с утра в море. Из-за того, что он был разбит больше года. И упал в водичку. Нечаянно. Ну, как ничего. По-моему, мне нефиг над водой телефон доставать. Особенно с дырочками в стекле. И вода попала. Все. Очень не работает. Телефон для трансляции жив. Который у нас был. Вот основная пушка. На которую весь контент пилился. Везде. К сожалению, уничтожено. Жалко. Бывает такое. Хотя он мне никогда не нравился. Всегда перегревался. Даже эфирные они у меня работали. Это улица Черноморская. Нам по прямой здесь еще пройти немножко надо до параллея. Здесь огромный выбор разнообразных товаров. Все, что вашей душе угодно. Разнообразные там питения, заведения. Все будем частично показывать. Магазин, который я показывал. Там фасолька, там и фрукты, и овощи есть. Ну все. Абсолютно. Если не хотите там брать, вот пожалуйста. На каждом углу будут продаваться продукты, вещи. Здесь вы можете купить меховые изделия. Здравствуйте. Большущий выбор продают. Мои друзья, шутки. Мы на трансляциях делали полный такой обзор. Ихан, Мария от производителя. Сам катаюсь тут на таких чехлах. Тоже очень много времени. И служат они прям вообще хорошо. То есть качество очень хорошее. И кстати, вот сколько моих подписчиков покупало у них вещи. Ни одни не писали плохих отзывов. Правда? Не было. Все довольны, счастливы и тепла всем. От души всего хорошего. Хорошего дня. Спасибо. Находится это место на улице Перелог Приморский направо. Ну Черноморская 200. Здесь по-моему 154 адрес. Если тут захотите прийти. Пиво, соки, воду. Кого здесь тут нет, ребята. Сегодня на фотосессии были у меня 130. Мама с дочей. И вот она говорит, если мы идем пешком, то доча становится ей так же, как и Даша. И так же ведется, как Даша. Прямо один в один. Прямо я Дашу у нее видел. Возле каких-либо игрушек. Говорит, смотри, мама, какая она миленькая. Какая прекрасная. И так возле каждой игрушки. Говорит. До пляжа очень долго приходится идти. Поэтому многие люди заявляют, потому что у них время прохода занимает большое количество времени. Смотрите, мы по Черномовску прям интересно прогуляться. Он выпечку продает разнообразное золото. Мне нравится очень сильно, вот как выглядит вот это место. Спуск на паралию. В колоннах, в статуях. Великолепно. Согласитесь, прям чувствуется какой-то курорт. Если бы везде так было, вообще глоба фантастика. Кто помнит, как называется? Вот это дерево, которое так великолепно цветет. За ним еще одно. Вот здесь на свете потихонечку утопает зелень. Особенно хорошо, что посадили сосны с той стороны. И тоже вырастут и будет великолепная аллейка. Но это туда дача, это в дальнейшем. Элементы благоустройства, как фонтанчики. Зеленые зоны, горки. Здесь у нас, кстати, находятся банкоматы. Ребята, если вдруг вам надо небольшая очередь. Перешел я на другую сторону. Здесь мне просто тоже хочется показать некоторые заведения. И тем более здесь вот эта вот колоннада выглядит еще ярче. И по прямой у нас здесь вот столовая есть. Можете на ней написать отзыв, если вы здесь вдруг ели. Называется она Парфенон. И туда дальше есть еще одна столовая номер один. Соответственно, на перекрестке. Здесь доходим до Параллии уже. Собственно, все. Действительно, время в пути. Пять минут, ребята. И 15 минут по Параллии. Из-за того, что там много, где можно смотреть по сторонам. Там можно было пройти гораздо быстрее. Саша зовут? Откуда? С Чехова. Хорошего отдыха, Александр. Спасибо. Отдыши. До свидания. Добрый. Спасибо. И побежали мы вперед, ребятки. Под крики, как говорится, одобряющие. Сейчас, друзья, мы вышли уже на саму Параллию. Люди гуляют потихонечку. Работают торговые павильончики, разнообразные точки. И здесь тоже идет потихонечку разная движуха торговая, фишпилинги, шашлычки. Но здесь есть мой добрый друг, шашлычник Артулик. С левой стороны парк Византий находится аттракционов, где очень много аттракционов и развлечений для ваших детей. Но в вечерних трансляциях мы это все показываем. Кафе называется Арарат. Шашлычку Артура, но он, походу, еще спит. Я слишком рано сегодня пришел. Добрый. Потихонечку. Бамбу чай здесь и работает. А мы уже видео выкладывали, как тут все красава было. Кто же снял, рассказывай. Родной брат. Это мой родной брат. Я его уже знаю, уже 75 лет. Ребята, всем доброго дня. Не, мой знакомый Майкл сколько? 14 лет где-то, да? Да, 14 лет я уже знаю. Так что, приходите, фотографировался и есть шашлык. Всем доброго дня, солнечный привет из Витязева. На самом деле, ну, пока, Юра, ты спишь, я уже на работе. Красавчик, а я думал-то, думал-то, где он. Почему я не выкладываю сейчас утро, Юра, жду пока, чтобы солнце спало на ту сторону. Сейчас пока по факту, да, жарите? По факту. Сейчас пока по факту. А сейчас солнце уйдет, и я начинаю витрину уже заполнять. У меня нету таких, что вгорами просто ложить и все. Я подчинь жарю и как-то вот так. Так и надо, мы дороги. Хорошая работа. Приезжайте к нам, уже жарко у нас, на самом деле. Юра сказал, 26, да, в море. 27. Ну, вот, собственно, выход на параллелью. С левой стороны Артурчик, Арарат, если что, забегать. Ну, тут фрегаты, разные развлечения. Ну, помимо парка развлечений, можете просто где-то останавливаться и что-то пробовать. С левой стороны причал. Пока отдыхают до вечера, там будет здесь уже везуха запущена. Здесь имеется такое заведение «Атмосфера», называется. Место хинкальной, которое было в прошлом году. А с правой стороны у нас должно появиться вот сюда Атак-то веню. Новенькое, но пока не работает. Здесь хинкальная работает. В общем, интересные места. Столовая якорь с левой стороны. Здесь называется «Кафе Ван», друзья мои. И двигаемся по параллелью к морюшку. Здесь у нас копеечка находятся, всякие разные квесты, фрукты, овощи еще, друзья. То есть выбор вот на параллель, наверное, самый большой. Поэтому вот можете увидеть, как дети туда-сюда, сюда-сюда, туда. То есть кто-то стреляет, в общем, идет расход средств родителей. Ну, это весело, это отдых, это свой кайф, удовольствие. Потом ваши дети будут вспоминать юг, когда вы им много чего разрешали, позволяли, как самое лучшее время в их жизни. Прям от души вам это говорю. Здесь вовсю идут анимации отелей, которые по бокам находятся. Кафе «Встреча». Я думаю, что эти места бы прям 100% все знаете на параллелье. Строкодильчики, змеи. Строкодилами, рыбами из разных частей света. О, какая змея у девушки. Чего здесь только нет, ребята? Ну и параллель, видишь, все-таки есть. Идей много на ней. Вначале казалось, что как-то пустовато. Ну и нет. Палочки, мусорки. Здесь радостные улыбки. Все хорошо. Все для вас, друзья. Прямо на улицах разнообразные фудкорты. Вина продают. Право-сторонние дорогие гостиницы. И здесь грин бар снизу. Тоже пользуется популярностью. Если вы где-то здесь у нас отдыхали, пишите обязательно, друзья. Будет интересно узнать ваши отзывы о этих местах. Послушать, как вам, что посоветуете другим нашим будущим отдыхающим. Это будет как бы очень полезно. Отрядами детей приводят. Здесь мы находимся возле столового ориона. Туда находится Эмираль. Здесь и таки гостевой дом. И у нас еще открылась новая зона отдыха. С правой стороны. Там разнообразную еду предлагают. Если вы уже посещали ее, то напишите, пожалуйста, что и как вам. Это серебряно-знойная улица, ребята. Налево-направо. Ну а дальше атмосфера параллель. Что здесь есть интересного, классного, полезного. Добрый день. Фонтанчики работают. С левой стороны китайка. Тоже много торговых рядов. И люди, которые спешат с моря и на море. Красота. Я, кстати, впервые, по-моему, в этом году снимаю обзор какого-то места отдыха. Непосредственно параллель, включенные в него. Но смотрится прям классно. Шашлычки, фонтанчики, шашлычники, столовая, золото, деньги продают, ребята. Только имейте и покупайте все, что вам надо. В этом великолепном отдыхе. Веранда уже скоро откроется, очищает, отмывает, домывает и скоро вот-вот запускает. Здесь продают разнообразные специи, выпечку, вещи. Аромат, конечно, стоит вообще невероятный отовсюду. Я думаю, что есть целый город товаров. Ну и знаете, как сказать, что все жалуются, говорят, вот все плохо. Нет, наоборот, многие говорят, что мы любим гулять по рыночкам, разговаривать с людьми, торговаться, что-то покупать. В принципе, вы видите, как это происходит, что стоят, выбирают. В холодильниках рыбка лежит. Все культурно красиво. Специи, продукты разнообразные, фрукты, овощи. То есть, причем тут везде ребята работают уже очень много лет. Те же, смотрите, кстати, какие сделали неприкольные навесики себе, чтобы тенечек на их фрукты, овощи попадал. В общем, везде кипит жизнь. Не хватает, наверное, только вас. Там у нас аквапарк находится. А здесь еще шашлыки пенные. Подходим в столовую Виктория. То есть, голодным, мне кажется, вообще невероятно, если вы останетесь. Тишки, как квадрокоптер, полетели. Выглядит этот проход гораздо интереснее даже. Здесь, кстати, ребята у нас будут разыгрываться от них. Гранатовый сок. Юрий. Здравствуйте. Машите ручкой. Добрый день. Аккуратно. Подписчики ваши. Как зовут? Откуда? Как зовут? Дмитрий. Дмитрий. Хорошего отдыха, Дмитрий. Спасибо за мной. И вашей семье. Легкой дороги тогда. Здесь находится кафе у моря. Интересные девушки за углом вас могут поджидать. Будьте внимательны, аккуратны. Всех у них такая зона отдыха с пальмами. Тоже очень симпатичные, если не были. Попробуйте, виды оттуда открываются классные. Ну, а кто-то вот досыпает, как говорится. Как отдохнули? Отлично, отлично. Море порадовало? Море порадовало. Это самое главное, что прогрелось. Погода хорошая. Все хорошо. Легкой вам дороги домой. Спасибо. И возвращайтесь. Спасибо. Вся вся семья в составе. Машите ручки вам. Пока-пока. Все, пока-пока. Здесь столовая Софина находится. Как приятно встречать наших людей. Это круто. Особенно тех, кто отдохнули. Дай бог, чтобы у них все было и дальше хорошо. Рыбка всякая разная. Здесь тоже специи продаются. Круто. Да, она же. Есть тир. В нем мы стреляли с Джаником. Он меня чуть-чуть обыграл. Пончики по 20 рублей. Советую. Вкусные, классные, прекрасные. И все, друзья. Пляж. Здравствуй, пляж. По советам. Как быть, если вы сюда приехали. Вам хочется, чтобы поменьше людей было. Вот эти разнообразные копчености продают. Тоже очень вкусные. Вы можете отойти чуть влево, чуть-чуть вправо. И там будет уже свободнее. У нас огромные джюны, где можно загорать, отдыхать. Здесь 5-ти у нас Тайхаку. Смотрите. Открывает лаунж-бак. Ждем его. Открытие. Я думаю, что будет интересно. Виталий, откуда? С Краснодара. Как вам у нас? У вас и у нас шикарно. Мы местные. Мы здесь работаем каждый год. Здесь скоро будет стоять точка. Называется Ягодкая Малинка. Приходите к нам. Хорошо, с удовольствием. Для вас всегда все в лучшем виде. Все холодное. Спасибо. Приглашают. Смотрите, ребята. Здравствуйте. Здесь у нас идет сейчас Аквавизантия. Пена дискотека. Шоу делают вату. Вату делают у нас Данил. Приходите к нему обязательно. Красавчик. Пацан тоже пошел работать. Здравствуйте. Как вас зовут? Сергей, Света, Милана и Эрик. Откуда вы? С Подольска. Подольска. Вы только приехали? Нет, уже. Уезжаем. Слушайте, так мало людей остается. Куда вы все едете? Останьтесь кто-нибудь. Неохота уезжать на работу. Легкой дороге вам домой. Ребят, спасибо. Как отдохнули? Классный, классный? Всем такого же хорошего отдыха. Но мы подходим все ближе к морю, друзья мои. Здесь все больше разнообразных футбортов есть. Все больше едят, пьют. Чебурнички готовят тоже наши друзья. Приглашали нас в Аквиз приехать к ним на базу. И люди, уже многие покидают море. Будьте аккуратны. Смотрите, мальчик перезагорел. Прям жалко будет. Его очень... Просто можно сгореть за час. У нас очень сильный ультрафиолет. Поэтому берегите себя. Смотрю, в лице счастливых этих людей. У них прям все хорошо. Уставшие такие, как будто скатерги идут. С левой стороны у нас бассейны. Можно прийти покататься. Также вот куча всяких там точек. Туалет, проходим душ. Здесь строят еще какой-то лазательный городок. Есть переодевалки. То есть вообще все. Вон даже парасейн, видите, висят в небе. Отлично отдыхают, ребята. Здесь находится лаунж-бар, в котором мы вчера отдыхали. Вам советую. Здесь видите, какая великолепная зона. Можно прийти, посидеть на мешочках. Особенно ночью. Прям прекрасно. И мы постепенно с вами... О, все. Такое грустное случилось. Сколько людей сегодня уезжает. Прям все попадают со мне. Поговорить, кто уезжает. Уезжает, уезжает. И мы выходим, ребятки, на центральный пляж Витязева. Тут для вас прям даже в течение дня. Смотрите, ребята наводят чистоту и красоту, чтобы вам было по кайфу. Большие молодцы. Лежачки здесь по 400 рублей. Можете посмотреть, что уже... Ну, тут скажешь, что чуть свободно, тогда дальше. Прям много сдано. Ну, все потому, что море у нас чистое. Сейчас теплое, классное, прекрасное. Не думайте, что здесь прямо все. Все, немного людей. Проходите правее чуть-чуть и всегда найдете свободный лист. Отправляется в семейный мини тур 3,8 град. Такое понимание, что это море, рыбалочка и приготовление лова, кашина, кашина, кашина. Синоптики ошиблись на 10 почти градусов. И чистейшее просто море. Дружка Вероника, моя подписчица с своей семьей. Как тебе у нас отдыхается? Не нравится. Не нравится? Не нравится. А что-то она вот такая классно, весело, задорно. Кажется, классно. Молодец. Ой, как же красиво у нас на пляже. Подписчикам, подписчикам, кем-то узнал сегодня, большой привет. Здравствуйте, Денис, вы откуда? Московский область. Как вам у нас? Отлично. Море вот сейчас, смотрите, градусы еще показывают 20... Здравствуйте, откуда вы к нам приехали? Как вас зовут? Огонь вообще. С Ростова, Сергей. Не хочется выходить, да? Сергей, скажите, пожалуйста, как вам на нашу теплоходе Верхут? Как оно? Приезжайте в Анапу. Все отлично. Выпинуло, вели, накупались. Погода кайф, но море вообще огонь. Накормили вас? Здесь вообще не охота. Ребята, приходите к нам на нашу... То есть водичка очень теплая, комфортная, классная. Я тут пытаюсь заснять чуть-чуть море для вас, ребят, но постоянно работает это оповещение. В общем, приезжайте на отдых, отдыхайте, наслаждайтесь. У нас прям круто. Места хватит еще всем. Если что, попросим люди на пляже подвинуться. Как говорится, идет только пик сезона. На параллели пусто, но оказывается, все просто на море. Все отдыхают, кайфуют и получают максимум выздоровления и удовольствия. Конечно, а что делать еще в таком чистейшем море? Вас всех ждем. Телефон указан напрямую, информация дополнительная есть в описании. Ваша задача только нажать, позвонить, забронировать, приехать. Всем пока-пока. И будете, как эти дети, счастливы всегда. Кстати, видите, свободные места на пляже имеются. Так что не переживайте, спокойно приезжайте. Все вам найдем. Поможем и расскажем, и подскажем. Не круто смотрится, чистейшем море. Тоже подписчики. Дорогие отдыхающие. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.